Привет, дорогие друзья! Тема сегодняшнего разговора это пауза в отношениях. Нормально ее делать? Стоит ее делать? Зачем она вообще нужна? Есть ли какой-то от нее толк или только вред? Давайте разберем с вами, если даже ее делать, то как ее делать правильно. Первое. Очень многие подразумевают под словом пауза в отношениях, когда слушай, давай мы с тобой возьмем перерыв и пока просто, пока расстанемся. Как бы не с концами, вот на 90% мы сейчас с тобой расстанемся. То есть мы не будем с тобой жить вместе, мы с тобой разъедемся, мы другу никто, мы имеем право там спать с кем хотим, в частности я, ты лучше нет, целовать с кем-то, хотим общаться, а там посмотрим. Чаще всего эта фраза еще глубже означает, что слушай, я вот хочу побыть один-одна, я посмотрю, понравится ли мне одному находиться, если да, тогда мы расстанемся. Если я встречу кого-то сразу же за это время получше, то мы стопудово расстанемся. Если же я пойму, что одно хреновенько, да и другие, что варианты не очень, то, конечно, тогда как бы попробуем с тобой еще раз, хорошо? Я согласен, согласен, уговорили. Он согласен, согласен, отпустите его. То есть по факту чаще всего вот эта пауза в отношениях, это как какой-то прокат свободы, прокат б***дства, а не так, что давай мы с тобой сделаем какую-то терапию в наших с тобой отношениях. Есть другой момент, когда, например, вы долго живете вместе, вы долго в отношениях, вы живете там 5 лет, 10 лет, и вы каждый день вместе, и вы уже потеряли себя. Вы себя потеряли, и вы хотите немного отдалиться от человека и взять некую паузу. Как это может выглядеть, допустим, когда вы друг от друга очень-очень сильно устали? Что вы берете некую паузу, в чем? Что, допустим, бац, вы поехали там к маме на недельку пожить, к маме уехали там, допустим, в другой город, к ней просто съездили, к сестре там съездили. То есть вот такая пауза, то есть некое отдаление, это может быть некой профилактикой терапии ваших отношений, чтобы вы, отдаляясь от человека, увидели больше. Чтобы увидеть что-то масштабное, нужно отдалиться от этого. Вот вы стоите в лесу, да, в дерево уперлись, вы не видите, где выход. Если вы от леса, представимся так, зум, да, бжик, отдалились, вы видите весь лес масштабный, вы понимаете, куда двигаться дальше, понимаете, куда нужно идти. Поэтому иногда отдаление работает. Но отдаление не такое, что вот сейчас мы с тобой расстаемся, я с кем хочу, ты, может быть, тоже, опять же, лучше не стоит. Все, а потом мы посмотрим. Нет, если вы это делаете, это не пауза в отношениях, это просто чистое лядство и заканчивание отношений. Такое, знаете, толерантно-галантное заканчивание ваших отношений. А не то, что возьмем паузу. Какую нахрен паузу, ты меня любишь? Любишь, я тебя люблю. Какая тебе пауза нужна еще? Другое дело, когда опять же вы устали, понимаете? Поэтому умейте отличать. Мы берем паузу, разъезжаемся, гуляем и пробуем других мужиков, женщин. Если нам не подходит, мы вместе. Либо же мы никого не пробуем. Мы с тобой вместе. Просто сейчас у меня больше своих пока будет дел. У тебя больше будет своих дел. Сейчас, может быть, ты куда-то съездишь там с мужиками на рыбалку, не знаю, дней на пять. Я уеду, не знаю, к подруге, к сестре еще куда-то на недельку. Просто поживу там, побуду немного, отдохну. Это не означает, что вы не в отношениях. Это не означает, что вы расстались. Это не означает, что теперь вы свободны и можете делать все, что хотите. Нет. Это означает, что вы просто хотите посмотреть немного на себя. Но при этом имея такие же обязательства, как вы были в отношениях. Если вы с человеком собираетесь расстаться, запомните, если вы собираетесь с ним расстаться, у вас уже в голове вот мысль, блин, я вот думаю расстаться, но вот я очкую с ним расстаться, дай-ка я паузу возьму. Ля ты крыса. Я вот, блин, вот все, не люблю, не хочу, но я настолько ссыкло, я боюсь, поэтому возьму-ка я паузу. Паузу. Проверю, погуляю, посмотрю, есть ли там живность где-то. Если найду какую-то дичь, тогда поймаю. Не найду, тогда вернусь к своей кормушке проверенной. Да, опять то же самое, но зато проверено и стабильно. Вот так не надо делать. Используйте паузу. Даже это не пауза, даже сложно назвать ее, просто некое отдаление грамотное.